друзья приветствую вас это утренний обзор давайте рассмотрим основные события что будет с курсом рубля доллара евро и какие ключевые действующие силы которые окажут влияние на наш рынок момент открытия так но соединенных штатах продолжается президентская гонка здесь вообще идет борьба рубилово не на шутку сейчас одна из ключевых тем это поиск вакцины от корона вируса есть скажем так масса интересов конфликтов интересов которые с этим связано директор фда ну это типа американского министерства здравоохранения гарантирует что будет принята вакцина которая она прошла все необходимые испытания она является эффективной после корона вируса и она будет безопасной для человеческого организма ну с учетом сроков создания и сроков испытания мне кажется что подобные заявления это мягко говоря преувеличение даже несмотря на общественный контроль и на то как все это происходит в америке помимо этого республиканская партия в общем-то задает ряд вопросов и просит предоставить отчет почему фда запретила но не рекомендовала использовать антималярийные препараты которые рекламировал трамп для лечения корона вируса действительно у этих препаратов с научной точки зрения не вполне понятно каким образом вообще они могут быть эффективны в данной ситуации до антималярий препарата они блокируют цикотиновый шторм то есть одно из негативных последствий корона вируса когда организм хаотично начинает выбрасывать короткие белки которые являются иммунным ответом и они разрушают организм вот но тем не менее вот я с российскими врачами общался не города вот эти антималярийные препараты они очень эффективны для лечения корона вирусом но опять же я здесь не берусь ничего утверждать никому ничего рекомендовать это мое субъективное мнение и эта информация которая у меня есть я ее понимаю воспринимая ее до вас доношу и высказывай свою точку зрения на этот счет так мы уже от республиканцев идут заявления мэлани трамп там выступает о том какой хороший дональд трамп как он по-человечески отнесется к побежденному джо байденах и так далее и тому подобное на самом деле американские выборы это настоящий цирк мне даже интересно чем это закончится но мою позицию вы слышали я считаю что победят демократы джо байден это связано с рядом моментов которые не может решить трамп и текущая администрация те люди которые идут с ними в команде по моему мнению здесь необходимо свежая кровь который как раз и могут предоставить демократы да конечно свежая кровь и байден как написал один подписчик это немножко раз и вещи но тем не менее там вполне как бы много демократической партии активных и эффективных и успешных людей которые справятся нам с моей точки зрения с теми вызовами которые принес корона вирус и экономическая ситуация так друзья но вчера вам рассказывал по поводу визита стивена бигана закрытые переговоры были с лавровым но здесь ситуация вполне прогнозируемо достаточно жесткие заявления с обеих сторон американцы предъявляют по белоруссии и по так называемому отравлению навального соответственно российские госчиновники отвечает что там белоруссия это продукт ваших цветных революции ну это мое субъективное мнение я это так воспринимаю и по навальному что российскому российской власти российской власти не выгодно отравление навального и что опять же это вмешание вмешательства коварного госдепа но я так думаю дальнейшее течение событий покажет на самом деле виноват но помимо скажем так рациональных доводов что там полезно что не полезно есть такая вещь как реакция человека состоянии страха когда он со всех сторон облужен он может различные действия которые потом окажутся иррациональными производить и это никогда нельзя сбрасывается счетов но и так у нас получается назрели жесткие санкции помните я вам говорю что в августе эта тема будет активизирована в августе она активизировалась конечно я там абсолютно не знал что это будет связано с навальным например из белоруссии на белоруссия подозревал что это будет связано это вполне как бы логично течение обстоятельств по поводу того что произошло с навальным вы понимаете когда вот порох высушен всегда найдется искра вопрос только в конкретном часе и конкретном дне но сам этот процесс он неизбежен так вот смотрите что еще здесь пишут вот это я сейчас финанс смотрю навального лечит атропином угрозы его жизни нет из-за угнетения дыханием могла быть снижена сатурация то есть повреждена кора головного мозга то есть грубо говоря есть вероятность того что он овощем останется это конечно был бы очень печально потому что ну в таком возрасте такой активный человек дай бог ему выздоровеет независимо от отношения к нему людей моего отношения то есть но человек попал в непростую ситуацию здесь я не вижу никаких оснований для злорадства но смотрите вот я на самом деле не стал ничего изначально озвучивать был у меня очень большой ранее опыт связанный вот с этой тематикой схем биозащиты и так далее поэтому здесь я вам говорю это не как человек который там что-то там где-то слышал слышал звон да не знает где он вот как только показали кадр как это было не сказали что ему давали влажные салфеточки вот эти вот его гортанные крики которые были видны и состояние которое вызвано это сразу наводит на мысли о том что какие-то фосфороорганические вещества здесь попали в его организм не знаю как это произошло не берусь судить я думаю правды истины мы не узнаем никогда поскольку когда возникает большая игра в общем то все эти действия они завуалированы практически навсегда для большинства людей до сих пор нет ответах тоже все-таки убил кеннеди кто за этим стоял есть там официально обвиненный казненный есть масса домыслов и бенефицаров которые так в результате этого не пострадали поэтому когда замешана большая политика тем более мировом масштабе в общем то правда она очень часто до конца не бывает известно ориентироваться на эти вещества эти все вещества они либо временно выводит из строя либо необратимо разрушает ацетилхолина стиразу это такой фермент который находится в нейронах он отвечает за преобразование холина ацетилхолины передачу нервных импульсов и вот когда он вводится из строя человек если эту проблему не решить с накоплением ацетилхолина холина в нервных окончаниях он очень быстро может погибнуть остановка дыхания массы других негативных нарушений ну и для того чтобы это купировать вводят атропин который выводит вот это нейромедиатор и вводят различные активных для того чтобы установить это стилхолина стиразу тогда взял мы с вами вчера видели какое волшебство происходит ценами на нефть но здесь ситуация оказалась достаточно нехитрой начался сезон ураганов соединенных штатов мексиканский залив добычи нефти и газа парализована на фоне этого идет рост цен на нефть и на газ но достаточно рано то есть обычно все таки где-то к октябрю ближе происходит сезон урагана в этом году ураган нас порадовал наступил раньше и двинул нефть наверх ну и вот в общем то информация о том что значительные нарушения добычи нефти произошли если будет прогрессировать ураганы то мы увидим еще более стремительное движение роста цен на нефть и на газ так давайте посмотрим календарь что у нас по календарю но у нас 15-30 базовые заказы на товары длительного пользования сша соответственно здесь будет волатильность в это время и 17-30 запасы сырой нефти на самом деле здесь сложно гадать каков будет результат но скорее всего движняк по нефти будет опять же судя по тем процессам которые произошли могут легко сегодня вынести нефть наверх так ну и российские компании банк санкт-петербурга сегодня отчитывается полиметалл акции полюс золото сегодня последний день торгуется с дивидендами соответственно через два дня будет дивидендная отсечка и сегодня заседание наблюдательного совета врос и так давайте посмотрим что у нас по позициям фьючерсов на ммвб так было рубль юридические лица делают ставку на то что сегодня рубль будет укрепляться помним что сегодня предполагается проводить аукционов из новых но тем не менее он половинчатый и с учетом вот этих ночных заявлений о том что могут рубить жесткие санкции общем-то еще достаточно большой вопрос что будет происходить с курсом рубля сейчас мы с вами посмотрим график но на текущий момент юрики делают ставку на то что рубль отскочит укрепиться и вот эта ставка как видите судя по росту коротких позиций она очень существенно так евро рубль то же самое режут ланге наращивают шарты то есть ждут что рубль будет укрепляться и к доллару и к евро так ну и по нефти вот сейчас вполне как бы логичная ситуация по нефти юрики порезали шарты нарастили ланге то есть что не будет продолжать расти по золоту по золоту здесь баланс то есть но чуть больше коротких позиций нарастили чем длинных вот но по золоту сегодня скорее всего мы будем наблюдать движение в диапазоне его попозже отдельно рассмотрим по серебру ситуация другая по серебру делают ставку на то что серебро сегодня будет расти так но и далее евро доллар по евро доллару наращивают ланге то есть делают ставку на то что евро доллара будет расти то есть это продолжение риск она и либо нахождение рынков на хаях либо их рост ртс а вот по ртс что-то ситуация немножко нетривиальная здесь срезали ланге немножко срезали шарты то есть получается по ртс ожидают что сегодня будет проторговка так далее рубль доллар ездит умора дневной таймфрейм увидел выше 75 закрепились это означает что все процесс взлета пошел вот но тем не менее закрыли все-таки ниже 75 55 то есть это в общем-то указывает на то что сегодня либо корректирующий откат по укреплению рубля состоится небольшой либо все-таки сегодня делают ставку на движение в рамках консолидационного диапазона опять же обращаю ваше внимание что сейчас действительно ситуация таким образом развернулась что новости которые касаются навального и белоруссии что там происходит они могут очень существенно в любой момент повлиять на курс рубля к доллару и евро но если мы будем рассматривать динамику процесса это как у нас поступает по многим вопросам я могу сказать так что наибольшая вероятность того что эти новости они будут способствовать значительному ослаблению рубля до возможно чудо когда будет будут достигнуты компромиссы как-то урегулированы эти вопросы мы увидим что новости выйдут позитивные и будет укрепляться рубль к доллару и евро но вероятность такого события на крайне мало также как то что ворона улетит стратосферу так на вот часа век у нас однако не показывает особого оптимизма по поводу укрепления рубля вот смотрите здесь ситуация у нас на закрытие таким образом выстроилась с утра вот сейчас когда пойдет открытием мвб очень важно будет или не будет осуществить пробой уровня 75 и 275 17 если вот этот уровень пробивается на объеме то у нас сразу возникнет волна по укреплению рубля и здесь мы будем наблюдать первую цель движения это семьдесят четыре семьдесят пять и в дальнейшем если пойдет пробитие 74 55 74 5 то у нас сначала будет движение на 7 4 22 и потом возможно мы сходим вот сюда вот в этот диапазон а если же на открытии мы получим сразу движение вверх с пробоем 75 45 75 55 вот этого диапазона буферного то мы отсюда сразу уходим на 76 и возможно даже 77 то есть технически эта картина указывает на то что разворот который здесь происходил он не состоялся соответственно то есть ждем продолжение банкета либо будет пробой крышечки и уход на 77 77 с половиной уже сегодня или же если пробитие вот этого диапазона возникает то рубль будет укрепляться и мы увидим задерка движение на семьдесят четыре пятьдесят пять как минимум так далее рубль евро но смотрите здесь единственное объемы они не нельзя сказать что уж сильно подтверждают движение наверх то есть все-таки движение она можно сказать немножко выдохнуть но то что мы закрылись выше 89 88 с половиной это говорит о том что в ближайшее время вполне достижима цель 92 и более так ну что касается часовика ну смотрите здесь у нас замешались в верхнем диапазоне и здесь опять же надо будет посмотреть что у нас произойдет на открытие текущая динамика цен на нефть указывает на то что все-таки рубль должен укрепляться но мы вчера с вами наблюдали как на растущей нефти рубль стремительно дешевел обращаю внимание что вот эти новости которые были по поводу визита зам госдепа в москву по поводу возможных санкций это всего лишь триггер это запуск то есть системе накопилось напряжение накопились основания для того чтобы рубль обесценивался и здесь малейшие события она приводит тому что искра попадает на порох и начинается необратимый стремительный процесс так ну и вот по евро у нас большой вопрос восемьдесят восемь и девять вот восемьдесят восемь и девять если на открытие пробивается на объеме то вполне вероятно что произойдет корректирующий откат цель этого отката будет движение на восемьдесят восемь и 488 25 соответственно то есть сюда вполне можем сходить но если сразу на открытие мы пробиваем восемьдесят девять двадцать пять восемьдесят девять и три то мы скорее всего получим стремительное движение евро к рублю наверх и здесь уже будет стоять вопрос реализации сегодня цели 92 так друзьям давайте еще евро доллар посмотрим дневной таймфрейм но что у нас получается у нас сейчас получается идет проторговка вот но в целом пока боевой настрой евро он не сломан он не сломан потому что как минимум здесь хотя бы должно быть движение на 1 целый восемнадцать семьдесят пять так но по часу и куша 7 56 по москве высока вероятность того что вот из этого диапазона будет разворот и отскок рост евро против доллара цель движения здесь находится на 1 целый 1840 если здесь у нас происходит закрепление то отсюда разовьется следующее движение сегодня на 1 целый 1875 если сейчас пробиваем вот этот диапазон не разворачиваемся то у нас пойдет сразу движение цель которого будет одна целая 1780 1 целые 1750 вот этот диапазон вот но я думаю все таки высока вероятность того что мы сейчас развернемся и попробуем отскочить сюда и далее так друзья но общем то все основные моменты спасибо за внимание если вам понравилось подписывайтесь на мой youtube и на мой телеграм-канал